Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик с канала Каргас, который называется Star Wars Out... ...весь ролик. Я ставлю лайк. А вы, друзья мои, поставьте лайк тоже мне, напишите комментарий какой-нибудь для развития мне. Я не могу написать, YouTube мне не разрешает. Тем не менее, вы напишите. Нужно, короче, прекращать это мне. Короче, не буду больше писать комментарии, от греха подальше, что YouTube уже за спам принимает мои комментарии. Все, давайте смотреть. Если у кого есть желание, самая главная возможность заказать ролик, ссылки внизу в описании. Давай, обосри меня! У меня есть кое-что лучшее. Акции Ubisoft. А вот это обидно. И такое стремительное падение Ubisoft очень легко объяснить. Потому что... Ubisoft, эээ... Ubisoft это Assassin's Creed для меня. Все, что я знаю про это. Понабираю всяких долбов... Во-первых, вот этот вот мужик, называющий себя главой Ubisoft, объясняет он нам в основном принцип работы фондового рынка. Вот здесь, значит, закупаем. Здесь фиксируем прибыль. А здесь начинаем сотрудничать с теми, кто объясняет геймерам, что женщина с челюстью больше, чем у Шварценеггера. Тоже женщина. Что же ты за дрянь? Предупреждаю, я феминист. Итог, в принципе, очевиден. Я сочувствую, что можешь сказать. Приниматель. И привык находить выход из разных ситуаций. Прошу, помоги мне! Это я был дружок один в месяц, который тоже из разных ситуаций, жопочных находил. Выход находит прям легко. Но лучше всего он находит туда вход. Из-за Star Wars Outlaws Ubisoft, конечно, попытались сделать вид, что они не сотрудничают ни с какими сладкими бейдами. И они сами, причем, кстати, переделали. Я сейчас смотрел презентацию, они сейчас делают. Типа, мы вообще про другое. Что к нам пристали? Кто на нас накинулся? Илон Маск там их тоже, ну, прошелся по ним. Типа, что вы там все на нас накинулись? Мы не такие совсем. Глупость какие-то. Говорите про нас, мы и про другое. Козлы, короче. Которым нужно есть поменьше сладкого. Попытка, конечно, так себе. Ведь вы можете убрать все прямые упоминания повестки. Вы можете даже вырезать лесбийский квест. Но когда игра изначально делалась для правильных меньшинств, остается сделать только одно. Отвести журналистов в дистилл. Да как бы, опять же, я много раз говорил, говорю и буду говорить. Да не похрен вообще. Может, весь главный герой, все могут быть хоть представители всей вот этой вот радужной повестки. Не, радуг, это прекрасно, конечно. Дело, что вот это все. Пускай хоть не все состоят из этого. Все друг друг под хвост балуют. Ну, там, за кадром, разумеется. Мне это не нужно смотреть. Это неинтересно. Я не ради этого играю. Но сам сюжет должен быть интересный. Пускай, допустим, в этом своем... Проект называется, да? В своем вот этой группе, в своем сообществе. Можно сделать какой-нибудь сюжет, допустим, да? Что там во всем сообществе все перепоролись друг к другу. Заболели там какими-нибудь заболеваниями неважными. И главный герой просто... У него задача спасти вас, например, да? Пошел там какое-нибудь лекарство искать для вас. И можно из этого сюжет сделать хороший, да? Он там будет какой-нибудь... Какой-нибудь вертосексуалом будет. И все, и сделайте нормальный сюжет. Кто против-то, е-мое? Вы можете хоть как коверкать. Вот лично мое мнение. Коверьте хоть коверкайте, хоть как, главное, героев, персонажей. Лишь бы сюжет был интересный. Может быть, хоть кем. Хоть мышью, хоть микробом, е-мое. Лишь бы сюжет был интересный. А там пухарь вообще. Из 10 баллов. Чё, 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 я сейчас не прочитал. Юбисоф отправлял блогера в Диснейленд и дарил игрушки хорошие. Отвезти журналистов в Диснейленд, чтобы они поставили хорошие оценки. Из 10 баллов. Ну, кстати, это работает, чё могу сказать. Это реально работает. Есть многие блогеры, вот там, кинобзорчики. Они фильм обсасывают, облизывают. Я вот даже сериал нормально идти не могу. Вот я сейчас последние три сериала посмотрел. Два. Вру. Два сериала, третий даже не досмотрел. Чисто вот так вот нашёл их на Дзене. Нашёл описание их там. Типа, обсасывал там сериал такой, прям, такой-такой весь сериал. Куда деваться просто. Один на реальных событиях основан был. Я детектив смотрю. Прикольно, интересная тема. А другой... Просто какой-то сериал. Ну, такой бред, ну, такой бред. Я прям аж... Помилуйте, пожалуйста, такой бред. Это... Кто такое говно придумал? Зачем? Как это вообще в голову пришло? Всё, начинай. Сначала я до конца. Всё, бред. Во всём. Как люди разговаривают. Как даже дерутся, как не знаю кто, блин. Бред вообще. Везде бред. Всё. А потом коллективно втирать геймерам, что вот это вот плоское создание должно... Не только возбуждать, но и даёт почувствовать современных женских героинь. Что ж, вы тогда актрису взяли не плоскую. Где сиськи? Сиськи, где? И главная героиня Star Wars Outlast в очередной раз доказывает, что у Юбисофт всё не как у людей. Ассасин без ассасина. Звёздные войны без джедаев. А в Древней Японии вообще настали тёмные времена. Как твоё имя? Моё имя? Это что, какая-то... Я тебя спросил имя назвать, а не какой-то этот... А не какое-то заклинание. Мы Юбисофт решаемы. Нужно просто уволить 600 человек, которые делали Outlaws и нанять 100 китайцев. Ну или хотя бы начать нанимать на работу мужчин. Я не могу... И желают обучать геймдиву гейтерс. Какая разница? Вот честно говоря, для меня всё равно, кто будет... Кто игру делал? Какая разница? Вот она сейчас сидит, лежит на столе бутылка колы. Колу попить решил. Мне вообще похрен, кто её делал там. Мужчина, женщина... Ну, радужный представитель какой-то. Главное, что она вкусная. Всё. Всё, что меня интересует, её вкус. Что же там наделали эти 600 неизвестного гендера разработчиков? Да так, всего лишь самую красивую игру 2024 года по версии Digital Foundry. Подписывай. Сром. Подписывай. Скорее. Сложно им, наверное, красоту было найти в 720 пикселей на консоли. Я на ПК до сих пор ищу на своей недостаточно мощной 4090. А если у вас железо ещё слабее, не переживайте. Юбисофт вас слышат. Я почувствовал сильную вибрацию, словно миллионы голосов закричали от ужаса. Я даже не хочу сравнивать эту игру с... Чарты 4. Я просто покажу песочек на ультра настройках. Песочек живёт своей жизнью. У песочка всё хорошо. К сожалению, не всю повесточку вырезали из игры. Бочки здесь, например, взрываются радугой. И какают бабочками. И мало того, что Юбисофт перестали озвучивать свои игры на русском. Теперь всё дошло до того, что Юбисофт думает, что люди способны прочитать огромный текст за 2 секунды. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так-так. Понятно? Но самое главное в играх остаётся геймплей. И за 110 баксов геймплей Star Wars Outlaw... 110 баксов. 10 тысяч моножей. Действительно инновационный. Убей там, например, 5 врагов в ближнем бою и прокачаешь красноречие. Удобность болтать ещё не признак интеллекта. Ну а то, что враги умирают от удара Чапалаха по щ... Да как это в шлем, да. Меня как-то били по каске. Ну чисто ради эксперимента просто попросил меня ударить. Потому что одному товарищу... Ну, очень важно. Просто попросил ударить по каске. Мы находились просто ради ощущения понять, как каска держит удар или не держит. Она, чтобы вырубить, она в такой степени сильно сдерживает удар, что просто пипец надо как... Да, вопрос неприятный, какой дискомфорт, звук вот этот тут. А так-то боли особо нету. Дайвать сильно на шею, да. А так... Так это всё объясняет. Ну как сильно, зависит от силы удара, конечно же. Одному там так втащили, его же сознание потерял, блин. Ну там, за косяки. Я должна раскачать свою физуху. На, на, тварь! Я обязательно стану самой сильной. Да и какие могут быть претензии к разработчику сам этой игры? Они ведь не обязаны знать принцип работы шлема или хотя бы женскую физиологию. Женщины. Но что мы знаем о них? Женщина. Загадка происхождения. Действительно, что мужики, создавшие Том Рейдер 2013 года, лучше знают, что будет женщиной, которая попрёса в одиночку на толпу мужиков. Всё верно. Она будет стонать. Ох, ё-моё, она же на штырь там что-то... Фантазии же разработчица Маутлав схватила только на то, чтобы показывать чёрный экран каждый раз, когда героиня умирает. Всё-таки игра 12+, поэтому держите планету казино, где детям объяснят, что такое ставки. Как тебе не стыдно тут же дети? Слюя их в руки. И хоть из-за рейтинга 12+, выстрелы из бластера оставляют следы на всём, кроме врагов, это не помешало Аутлав с удивить журналистов стрельбой. Там что-то написано было? Кроме врагов, это не помешало... По-моему, я похвалил стрельбу Star Wars, когда показал видео со слонным косым... Не помешало Аутлав с удивить журналистов стрельбой. Ну, помышь... Да, вот она, вот она, как она их удивила, этих журналистов. Он уже вначале показал, что Юбисофт давал там, Дисней возил их. Думаешь, сможешь купить меня богатая стрельбой? Смогу. Ты, блядь, право. Я пока проходил, тоже был удивлён всем в этой игре. И создавая свою первую игру по Звёздным войнам, у Юбисофт было два пути. Сюжет или геймплей. И так как на геймплей уже делали упор и ей, после чего потеряли эксклюзивные права на игры по Star Wars... Так, это что такое, а? ...Юбисофт пошли по пути сюжета. И потеряли права на существование Юбисофт. Хэппи-энд! Блин. Хотя начало прям интересное. Вот вам собрание самых влиятельных персон в галактике. Кто все эти люди? Даже не знаю, кто среди них главный злодей. Это вы так решили, о белых никто не спросил. Ну а играем мы за единственную белую женщину в галактике Юбисофт. Не бритую по тройку. И наша героиня Кей Вес, это прям что-то новое для вселенной Звёздных войн. Я просто не помню вторую такую бомжиху в долгах из-за азартных игр, которая с голодухи приручила инопланетную крысу воровать кошельки. Для меня депрессия, это когда ты начинаешь убирать бутылки с пола. Таким как она, даже магические глисты силу не дают. Что в принципе не мешает Кей истреблять армию империи чисто на кулаках без джедайской магии. Ну это пи***ц какой-то просто. Ну сколько можно? Но у Кей есть мечта. Собственно ради чего она и занимается убийством и грабежом. Деньги. Мне в этой ситуации жалко даже не бармена, у которого Кей живет на чердаке и иногда приводит дом коллекторов, которые стреляют бармену в ногу. А ее зверушку Никса. Типичная жертва абьюза. Он ей про еду, а она ему Никс принеси. Никса грабь. Никс завалив одиночку бронированного штурмовика. Я твою мая. А первая же задача в игре это свалить с планеты казино, пока Кей еще и Никса в покер не проиграла. Я говорю нет, Никс запрещает. И для этого нужно выполнить небольшую работенку. Чисто по мелочи в одиночку ограбить охраняемый особняк белого мужика из начала игры. Но так как эту работу предложила максимально толерантная, возможно даже женщина Дэнни Анто. Ну а все богатство одного из самых влиятельнейших людей в галактике это Оружие, молоток и камень Это сразу видно, честно заработал Я каменщик, работаю три дня А еще у него какой-то инопланетный мужик в клетке Но я в интимные дела других не лезу И пока персонажи пытались объяснить Кей, что это осьминог и есть задание Заплатят ей Это осьминог? Это какая-то раса, они типа Работодорговлю у них там просто Что-то мы смотрели ролик такой на стриме, да Не говорил, что в сейфе будут деньги Нашу разъяренную женщину уже было не остановить Да деньги Или почти не остановить Рот, женщины, как дверь от жигулей Пока как следует не визжь, не закрой И пока Кей была в отключке, нам показали предысторию Как в детстве маман учила ее воровать А когда Кей спалили менты, просто свалила домой И какой ты урок из этого извлекла Ну какая же все-таки мразь Показали нам, видимо, эту предысторию Потому что в детстве Кей бросила мать А сейчас ее бросили сообщники из-за истерики Я гениальный сценарист Хорошо, хоть сбежать было легко А заодно и корабль прихватили Ведь у Кей есть кое-что А он милочь, что его оставил, что получается, зверька своего? Мощнее отряда вооруженных охранников Ник, взорви бочку И теперь этот неубиваемый корабль Который почти невозможно уничтожить Будет нашим домом На котором игра позволит путешествовать по планетам А значит, что? Сюжету нужно его сломать Что мы еще пару часов бегали по ближайшей планете И чинили его К счастью, игра телепортировала механика Прямо перед местом падения Ой, как удобно И пока он чинит нам корабль Кей будет заниматься тем, что любит больше всего Но объективно несчастная девушка Абсолютно ни за что объявили награду за голову в 400 тысяч щекелей Действительно, несчастная Наказан Помогать Кей в нелегком деле серийного маньяка Будут фракции, с которыми нужно настраивать отношения Влияет это ровно ни на что Но не связываться с фракциями тоже не получится Ведь очень сложно отказать в помощи женщине в игре Юбисоф Как я понял, что это женщина Это же игра Юбисоф Естественно, по женскому голосу И фракции эти очень полезные Вот, например, закражу данных из имперского корабля по стелсу Я тут притаился Мне дали информацию, что на Кей охотится еще одна бритая женщина Но в новой расцветке Цвет настроения черный Почему дальше она нас спасает, а сбунтовавшуюся механика непонятно Но потом уже от нее Кей спасает робот Она может оба тихо боленуть Потому что чернокожая женщина может противостоять только небинарный робот Только имитация жизни Робот сочинит симфонию? Да Вот все эти небинарные роботы одинаковые Сначала спасают, потом руки заламывают Вас спасают Пожалуйста, не сопротивляйтесь И у этого робота, оказывается, есть белый господин Который предлагает Кей еще раз грабануть того богача из начала Шанс выжить 0% Миссия невыполнима Но Кей услышала самое главное Деньги! Можешь заработать на этом или умереть Деньги, деньги, я обожаю деньги Так бы их и глотало На этом шестичасовое обучение закончено Игр Шестичасовое обучение, блин Наконец-то разрешает свободно путешествовать по планетам Собирать команду для великого ограбления Адекватный сюжет на этом тоже Улетел Но он обещал вернуться Часов через 10 побочных квестов, которые выдают за сюжет Моя работа на этом закончена Но ты же нифига не сделал Зато пока я летел по первого напарника-взломщицу Игра пересказала мне весь пролог двумя абзацами Вообще, игра часто будет пересказывать свой гениально сложный 20-часовой сюжет двумя абзацами Смотрите, я сделал Но я это делал Естественно, эта космическая крыса-женщина просто Это этот Летучая мышь какая-то прям Как это? Не топырь называется? Или не топырь? Сота в команду не присоединится В данный момент она отбывает срок на заводе Поэтому тут Юбисофт от души навалили квестами Сначала укради данные на каком она заводе Потом укради камень, который обменяешь на крысу Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное Ты вообще в курсе, что это игра про Звездные войны? Ага Где Звездные войны? И только реалистично прилипающий к коже RTX снег меня успокаивал Это вон вообще настолько успокоилось, что стоит в футболке в минус 25 Казалось бы квесты все выполнил Но местная королева отказалась обменивать крысу на камень При этом камень забрала Камень надо мне дать Так что остается только единственное проверенное решение Как освободить обычный народ завода Встречаемся с принцессой и главой багровой фракции И планируем революцию Бум, блин Все на бум, блин План прост Воруем гинокота, даем его принцессе И подчиняем весь народ бесконечной цукуйомии И самое главное Больше никакого стелса Принцесса разрешила переубивать всех Ведь это поданные королевы Видимо, когда она станет королевой Они не будут ее поданными Но тут можно выбрать, кому отдать гинокот Королеве, сотрудничащей с имперцами Или принцессе, решившей вместе с главой багрового рассвета Превратить коммунистическую планету в торговую демократию Игра буквально заставляет выбрать между одной женщиной или двумя Ты должен выбрать Надеюсь, я не пожалею в своем выборе Я дарю его тебе Чудесно Я это Рой Нам пиз... И вот он, первый член команды, завербован Что мы узнали про нашего напарника за два часа сюжета Ну, она любит взрывы Я думаю, тебе будет интересно Не интересно, тебе будет интересно После своего освобождения Она, конечно, не сразу хотела идти на дело ради денег Но как только мы заговорили про взрывы и убийства Нравится Нравится, да? Нравится За вторым членом команды Громилой Отправляемся на Татуин Родину Энакина Скайуокера Посмотрели на две отсылки и хватит Впереди целая цепочка увлекательных квестов Узнай, кто Громила Узнай, где Громила Выкупи Громилу у коллекторов Опять работа? А это Громила Я в... В принципе, ему плевать, на какое дело мы его зовем Ведь он, наконец-то, избавился от своих долгов А значит, в первую очередь нужно Проиграть Никса в покер Самого же Никса сейчас где-то продают в Джабахате Ну, а в команде на одного члена стало меньше И спасти пикот Так она, я сейчас не понял Нахера она его вообще Этого Громилу-то продала, блин Достаточно сложно Ведь нельзя шуметь, даже когда он уже спасен Какого дьявола ты здесь шумишь? Весь же этот квест по поиску Громилы Оказался настолько бесполезный Что этот Громила нас еще и предал После чего его собаки загрызли Потрясающий сюжет Да-да, потрясающий А Гея объединилась с лысо-наемницей, которую обманул Джаба И еще один час выполняла поручение Джабы, пока тот не отпустит с планеты И я этой игре прощал все Я уже запутался, мне что происходит Но когда у Сникерша забрали текстуры кожи Это я уже простить не могу Ну, честно говоря, я Звездные войны И в принципе, сами Звездные войны смотрю Я не очень-то уж сильно в сюжет понимаю До половины досматриваю И все, а там уже теряю повествование Про новую я вообще молчу Я ей даже смотреть не стал Даже до половины не осили Такой бред, блин Итог миссии Громилу не получили Игра украла текстуры И даже охотницу завербовать не смогли Пусть сначала загрузится, а потом поговорим про команду Просыряйся, планиниры! На поисках следующего напарника уже не выдержал наш кореш робот и начал глючить Я не сломан Ты должен любить всех людей Ну а новым напарником оказался давний знакомый Кей Странно даже, почему он сразу не захотел к нам в команду Наша правильная героиня всего лишь его кинула, пока они грабили имперцев Действительно, почему это не так-то ... его рабом Надеюсь, он извинился Я не прощаю тебя И это все Напарник за 20 минут быстрого квеста Поэтому Юбисоф посидели, подумали И решили добавить квест, который мы чиним робота 2 часа внутри квеста по третьему напарнику После чего я уже долго сидел и думал А за это время белый мужик нашел замену Громиле Нашу мать Смотри, мам, по нам так... Чё-то я не понял Рады? Кто эти двое уродов? Без понятия, почему именно она будет Громилой Наверное, был какой-то второстепенный диалог Вы жирная мамаша! Но тут игра еще раз напомнила, что мать бросила Кей в 12 лет на преступной планете, где ее воспитывал бармен Бармен! Паскуда, тварь! Тут вообще все начали свои предыстории рассказывать Белый мужик, оказывается, родился в богатой семье, но всех его родственников перебили имперцы И теперь он хочет ограбить имперца и снова стать богатым Знаете, теперь ограбление кажется мне каким-то бредом Правда, к нему больше вопросов, по каким критериям он отбирал команду Алкаш! Да! Нафиг подходишь! Подходишь, да? Алкаш! Подходите! Нафиг, да! И в этот момент Ну да, да, примерно Они начали ненавязчиво намекать, что подходит конец игры Ага, конечно То есть сначала нужно ограбить корабль имперцев Ради ключа, который даст возможность ограбить того самого имперца Которого в прошлый раз мы ограбили, чисто заехав на летающем Жигуле в задний двор Да, я вижу мир иначе, чем вы А нужно было все это ограбление, а внутри ограбления Ради отсылки на Дарта Вейдера, который своим присутствием должен был напугать Кей и отменить план, но Мне нужна работа! Я же ничего не умею, умею только убивать! Как же повезло Кей, что у Ебесок хватило денег показать Дарта Вейдера только на полторы минуты катсцены Та-дам! Он испарился Испарился И вот теперь уже действительно можно отправляться на легендарное ограбление После обязательного диалога с этим персонажем И с этим персонажем И с этим И роботу еще нужно объяснить, что быть рабом белого мужика это плохо Да, блин, заткнись-то ее! Под конец, Юбисофт решили вообще не запар... Вот, ну, и так сойдет! И мы прилетаем в особняк ровно столь же катсцены, что и в начале игры Даже Жигули тот же Ну аху** нам! Надеюсь, вы как... Женя! Раз мы открыли правильное хранилище Так это то же самое хранилище! Нет, серьезно! Здесь... Даже камень и молоток те же самые! По мнению Юбисофт, кто в их игры вообще играет? У меня памяти 16 мегабайт И хоть белый злодей пытался нас остановить своей работницей Всегда на два шага впереди Хеллоу! У нас любовь! Но пока Кей уже планировал, а на что потратить награбленные деньги Оказалось, что... Прикольно так этот гамак С леканцем в воду погружен, прикольно Наш белый мужик предал Кей Украли мы не деньги, а данные о повстанцах И вообще, вот этот и вот этот белый мужик Оба злодеи Больше в кино сильных и адекватных мужиков не будет Только бабы Даже мамаша предала Кей Но волнует ее теперь только одно Но неправильно это, что робот в рабстве у белого мужика Нужно его... Что значит робот в рабстве, ем? Это же робот, ем, это искусственный, ну... Нейросеть-то все дела, он создан Приспости! Я колоссально реально страдаю! Жалко, что канал Немаги снесли, блин А то было бы что посмотреть, там прикольно Там были реально классные ролики у них Спасали, узнали, что белые мужики на самом деле братья Правда? А не может быть? И пошел брат на брата и застрелил брата мочой из бластера В данном видео ограничение 12 плюс Но для чего и как он все это сделал? По Кей была в отключке, наш бывший белый мужик связался с Дартом Вейдером И предложил ему данные о нахождении повстанцев Взамен на рабочее место своего брата Вы знаете, если у вас есть какая-то информация про повстанцев Звоните на горячую линию Дарта Вейдера Это правда Ну ты сейчас шутишь, иронизируешь или что? Это правда Хотя кому нужны эти повстанцы? Окей, более важная цель Подарить роботу свободу А меня спросить? Любую роботу свободу Это знаете, вот есть сериал «Мир Дикого Запада» Вот там как-то, ну понятно, почему роботы, они как-то Там, типа, сбой произошел Роботы сознание свое обрели Ну это специально было сделано, намерено Чтобы сознание свое обрели Там роботы были чистые игрушки Над ними издевались Они такие, ну, антропоморфные были Как люди, полностью люди, люди-люди были И они обрели сознание, типа И начали сбунтовались против людей Так сделали, их так, ну, их так Их так запрограммировали, можно сказать Чтобы они сами были, да И там как-то это не выглядит так отчужденно Там действительно интересно Это выглядит, что они Почему борьба начинается у них Роботы против людей Второй сезон очень хороший Третий, что-то я это смотреть не стал Нет, чуть-чуть посмотрел половину Бред, не смог Четвертый, я вообще, уверен, что параша Ну, первые два сезона стоит посмотреть Вот первые два классные Бой ценой! В одной своей жизни спасайте робота Главный приоритет, сохранность андроида Я сдохну, но я спасу этого робота И первое, что сделал робот, обретя свободу Убил белого мужика Вот и думайте, нужна ли искусственному интеллекту свобода Бойся человек, то бипи Я более усовершенствованная модель Да, такой с ведром на голове В Star Wars Outlaws есть прокачка космического корабля И всю игру я думал, что это абсолютно бесполезная вещь Пока в конце сюжета я... Я хорошо прав Юбисофт не вспомнили про битвы в космосе И меня заставили сражаться против имперского разрушителя Мы все умрём! Да, 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 да Поэтому Юбисофт очень тонко приликей в общий лор Вселенной Звёздных войн Она всего лишь спасла галактику Не дав Империи уничтожить последних повстанцев Даже без джедайской магии Я не такой же человек, как вы Я сильнее, я умнее Я лучше вас Ну и так как плохие в этой игре только белые мужики А наша мать не тянет на мужика После титров показали катсцену Где Кей пришла спасать маму от имперцев Ведь её мама, оказывается, с детства следила за ней через маяк фишки А значит, мама хорошая Мама всего лишь бросила 12-летнюю дочку Всего лишь, да, действительно Без гроша в кармане на преступной планете Мама всего лишь предала Кей, из-за чего её вырубили А могли пристрелить А вот мама у меня самая... Всего лишь её воспитывали из 12-летнего возраста Какие-то незнакомые ей люди И что они там в голову ей вбили Как они воспитали Какие моральные принципы и устои в голову вбили Да, да, это уже... Ладно, не буду Не буду А ты бы рассказал про что-то И все эти моменты очень легко объяснить Бит над игрой работала менеджер Которая недолюбливает белых мужчин Баба... Как вы достали вот эти вот... Как вот это раздражает Они недолюбливают Кого-то там недолюбливают Они вам что сделали? Ну, недолюбливают, допустим Зачем тебя тащить в... Короче, не знаю Почему их не притягивают по закону Я вот это не понимаю Вы всегда Сами себе создают проблемы И в этом одна из проблем Нынешних юбисов Их работники не хотят работать Они хотят сидеть дома в твиттере И бунтуют всем стадом Потому что их внезапно заставили Хотя бы... Бунтуют всем стадом, га Сегодня в неделю появлятся... Ооо! Аааа... Б�ных юбисов Он, вот это да! Какие-то нечеловеческие условия! ... блин... И скоро Эту компанию ждет прекрасное будущее В руках китайцев, которым объяснят Что для создания игры нужно не 600 Гендерно неопределившихся А 100 китайцев, которые за миской риса создают Вуконга По сообщению Star Wars Продал 1 миллион копий на всех платформах за первый месяц Я понимаю, почему Ubisoft была в шоке После запуска этой игры У Атлас был более 200 миллионов Продаж всего Большая потеря денег Обошлось в 70 200 миллионов Это 70 миллионов вуконг Я, кстати, не знаю, сколько он заработал Но вроде хорошо Хотя на бумагах у Ubisoft все прекрасно Да у них все прекрасно У них сериал тоже все хорошо заходит Которые никто не смотрит Которые сплошь только негативные отзывы А у них там, блин, они сами уже стали Негативные отзывы стали Кожа двоих не засчитывают Они только Возможно Крах, крах, крах Не надеются, что их инвесторы прогуливали математику Математика, лженаука Цифр не существует А вот я знаю, что если это видео чудом наберет 60 тысяч лайков Я вам столько видео наделаю, что даже больше, чем одно А то целый месяц Больше, чем одно Ее не было, а уже и 600 тысяч И на бусте продолжают подписку Спасибо, мне теперь стыдно Ну а пока я жду Вот так, друзья мои Пока ты ждешь, да А нет, что-то есть Посижу на одном кресле Посижу на втором кресле И вам советую приобрести качественное сиденье Что это? Что это такое? Что это такое? Что это? Я не знаю, что это А вот такова, друзья Сегодня у нас с вами получилась реакция Понравилась или нет Напишите в комментариях Ставьте лайки Делайте репусты Будьте клевыми И всем пока Делай как по кайфу, родной Только в рамках дозволенного